Друзья, всем привет! Рад, что вы на нашем канале, рад, что смотрите это видео. Как вы, наверное, успели заметить, видео выходят чаще, но они не совсем в том самом качестве, в котором они здесь иногда бывали. Нет эффектных кадров с пролетом дронов и так далее. Я думаю, сами вы прекрасно понимаете, почему так монетизация и реклама на моих видео сейчас отключена полностью. Причем мы даже аккаунт с этой рекламы заблокировали. В общем, времена чудные. Попросту денег на эти самые красивые видео и кадры у меня сейчас нет. Записывается все по-прежнему на телефон. Теперь на телефоне и монтируется, и закидывается вот так вот со съемкой от первого лица. До всех этих событий, тысяч шесть, там максимум пять-шесть, в общем, в месяц реклама это приносила, и можно было хоть каким-то образом снять и отбить хотя бы монтаж этих видео, которые у меня выпускались. Потому что минимальнейший, элементарнейший монтаж стоил три тысячи рублей для меня. И то не всегда можно было это сделать и позволить, и, в принципе, за такую цену найти хорошего монтажера. Это первая информация, которую хочу рассказать. И что касаемо дальнейшей информации в этом видео, она касается именно поддельности запчастей, а именно муфт. И эта информация актуальна на весну 2022 года. Если будете смотреть лет через десять, не пишите, пожалуйста, в комментариях, ну, либо вы напишите, что китайцы стали вот такими вот молодцами, и они подделывают эти муфты уже практически или точно так же, как под оригинал. Так что имейте в виду, китайцы на жопе ровно не сидят, они идут вперед, они смотрят эти видео, они знают, что и как нужно делать, и со временем они доработают свои поддельные муфты, и они станут еще менее отличимы от оригинала. Так что смотрите, делайте выводы, на муфтах сейчас можно нагреться очень и очень даже прилично, китайские стоят там в районе 40 тысяч рублей, ну, они, может быть, у вас проедут там 1010-20 на продажу, что называется. Получится у вас собрать мотор, но если делаете для себя, лучше заплатить на данный момент 70-80 тысяч рублей за оригинальные муфты, поставить их и проездить на них как минимум 200 тысяч без каких-либо проблем, если, конечно же, будете соблюдать все необходимые рекомендации, чтобы эти муфты жили долго и счастливо. Муфты и цепь. Для кого эта информация все еще важна, актуальна и кто ее не знает, пишите в комментариях, сниму отдельное видео, как эксплуатировать ваш 271-й мотор, да и не только 271-й, мерседесов, это очень актуально и для других двигателей, чтобы служил ГРМ очень и очень долго. Всем спасибо, что смотрите, оставайтесь на канале, смотрите интересное видео по поддельным муфтам и очередному ремонту М271. Жму руку вам, друзья, удачи на дорогах! Друзья, рад вас приветствовать! У нас очередной W212, это просто мерседес на 271-м турбовом моторе с вот такой вот проблемой. Это уже запущенный случай, происходит он при каждом запуске, неважно холодная или горячая машина, холодную бывает немножко получше, но каждый запуск уже вот такой вот долгий и с сильным треском. Человек, конечно же, горит, в первую очередь он горит по впускной муфке. По самим впускным муфтам также очень много в подделке, о чем я рассказывал в предыдущем видео про фильтры, но это не самое интересное. С муфтами намного все интереснее в плане стоимости, когда вы покупаете их за 30-30 тысяч рублей, то можно уже побеспокоиться о своих деньгах из кармана. Это не фильтр за 2 тысячи рублей, ну и последствия плюс может быть очень серьезные. По упаковке муфты. Видите, где оригинал, где не оригинал. Правильно, вот здесь слева китайская подделка. В первую очередь вот эта вот часть не матовая, а глянцевая. Немного другой шрифт. Ну и в целом другая упаковка, другой рисунок на упаковке. Научились они делать такие вот а-ля перфорированные крышки. Какую-то надпись тоже там. Сверху тоже другая. Здесь вот такая вот наклейка. Ее на оригинальной нет. Это что касаемо коробки. Дальше Китай идет в такой вот бумаге и в очень похожем на оригинальном пакетике. Сама муфта. Для меня это было на самом деле открытие. Ни разу я не заморачивался и не попадался мне Китай. Но это привез очень большой поставщик такую китайскую муфту. В первую очередь также большие различия в шрифтах. И вот здесь заметьте, значка нет. Мерседеса. Значок есть. И другой шрифт. Все, в принципе, этого достаточно. Сам QR-код тоже немного другой. Номера немного тоже отличаются дальше, которые идут. Ну и самое интересное. Сейчас вот так вот развернуть. Эта шайба штампованная. Она вырезается пресс-штампом. Эта шайба вырезается на токарном станке, ЧПУ, неважно. В общем, она вырезана механической обработкой. Здесь штамповка. Это разные совершенно обработки. Плюс такой интересный нюанс здесь обнаружился. Вот, если получится сфокусироваться. Там они какую-то тряпочку зажали, пока собирали. Ну, бывает, ничего страшного. Так, и с другой стороны лицевая. То есть, наоборот, задняя сторона муфта. 21, это всегда, как говорят, будет Китай. 73, это всегда не Китай, а что-то, то, что будет ездить. Балты тоже, кстати, разные. Шляпки разные. Здесь она более выпуклая шляпка. Здесь на менее выпуклая. Ну и, чтобы не быть, что называется, голословным. 23. Похоже, что Китай. 23. 23. 23. Все, что здесь лежит, все, что меняется, все, что снимается. В большинстве случаев китайская шляпа. 21. 21, 23. Это все Китай. 73. То, что будет ездить. С второй, с отпускной, соответственно, аналогично. Дальше, что еще здесь? Да, покрышки вот такая вот. На них часто коррозия появляется. Сейчас мы их научились останавливать и ставим обратно. Ну, либо 15 тысяч рублей и ждать месяц. Можно новую поставить. Сейчас здесь есть хорошая. У нас ее поставим. Эту восстановим. По самой муфте, когда она разбита настолько, как в начале видео происходит треск. Она не фиксируется даже в этом положении вообще. И вот так вот болтается. Соответственно, пока маслом не наполнится, происходит очень сильный треск распредвала в этой муфте. Ну, и по самой муфте в очередной раз повторюсь. Это не компрессорная, это турбовая с самими зубцами и ничего не происходит. Пока цепь более-менее в адекватном состоянии не сильно растянута, она вообще не жрет зубья. Даже когда она очень сильно растянута, цепь подъедает чуть-чуть края зубов. Но и более, и в этом даже страшного ничего нет. Что там с ней происходит внутри, и из-за чего весь этот треск получается, сейчас я вам покажу. Так, все сильно в масле, плохо видно. Сейчас уберу масло, и будет все намного лучше видать. Ну, собственно, вот он и есть, виновник, что называется, торжества всего этого. Нас так вот сильно слизано. Мне даже что-то подсказывает, что муфта это не совсем настоящая. Потому что оригинальные муфты крайне редко так сильно слизывают. Но, похоже, нет. Это ее родная заводская муфта. Совсем неблагоприятные условия у нее просто работы оказались. Ну, вот, собственно, что и происходит. Вот этот штифт не фиксирует центр муфты относительно ее самой звездочки. И вот на этот вот угол до ворота и происходит треск и смещение звездочки. Собственно, вот в этой шайбе и вся проблема. Есть методы восстановления, над ними работаем. Сейчас муфта проходит испытание на автомобиле. Пока все хорошо, уже почти 50 тысяч километров пробег. То 100 тысяч догоняем и запускаем уже в продажу и в производство. Вот такие вот дела, такие вот муфты, такие вот работы в районе 150 тысяч рублей. Все вместе сейчас получается. Также ставится новый натяжитель, новые три успокоителя, две муфты, два колечка на патрубок термостата и на крышку. Вот на этом сюда прокладки клапана и крышка, соответственно, цепочка. Сейчас адекватные цены на свек. Внутри лежит ивис также. Термостат, конечно же, под замену. С этой стороны плохо видно. Еще не совсем отслоилось. Внутри резинка пошла, покинула чат, как говорят. Что это у нас? Даже якобы оригинал, что ли? И это, похоже, действительно оригинал. Говорят, что меняли его недавно. А по дате есть, посмотреть. Да, оригинал странный, 18-го года. И уже пришел в негодность. Жаль, печаль. Ну и также меняется клапан. Вентиляция без него никуда. Соответственно, и масло в мотор 5,50. Одинного заливаем. Что там еще? Опору АКПП заднюю также меняем. Фильтр воздушный. В общем, стандартный набор. И в итоге получается 200 тысяч рублей. Такая вот работа с 271 мотором. Спасибо за внимание. Пасайтесь подделок. Внимательно смотрите, когда покупаете запчасти. Ну и покупайте их в правильных местах. Кому нужно, можете обратиться. Контакты будут в описании под видео. Помогу с поиском запчастей. И покупкой, соответственно, тоже.